Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня 1 октября. Начало традиционного осеннего призыва в армию. И десятки тысяч новобранцев из всех субъектов федерации потянулись на призывные пункты в районные военкоматы. Но впервые за 20 лет начался набор новобранцев и в Чеченской республике. Поскольку мы все помним, что в этом году приближается трагическая дата 20-летия начала первой чеченской кампании. И 20 лет не осуществлялся набор чеченских юношей в ряды российской армии. Чеченские призывники снова в строю. Такова тема нашей сегодняшней беседы. И гость нашей студии адвокат Абу Гайтаев. Добрый вечер, Абу Супьян Исупович. Вот какое воспитательное значение имела служба в армии для сельских чеченских ребят вашего призыва и вашего поколения? Действительно призыв в советское время на срочную службу выходцев из Чеченской республики и вообще из республик Северного Кавказа имела большое позитивное влияние и значение. И особенно для сельской молодежи, потому что люди, которые не выезжали за пределы своей республики и жили в полном отсутствии взаимодействия с другими культурами, с другими регионами и так далее, они в принципе не умели себя правильно вести. И сельские ребята, которые выезжали в другие регионы Российской Федерации, там они учились многому. Потому что в то время и офицеры, которые, советские офицеры, они были достаточно образованными культурными людьми, которые обучали их и культуре, и поведению, и взаимодействию, и общению, и диалогу. То есть я сам служил, я все это видел, потому что для этих ребят это была школа, действительно школа, не то, что, как говорится, школа жизни, а просто действительно она была школа, школа общения, школа взаимодействия. Там было много национальности служило и представители других религий, и люди учились взаимодействовать. Были проблемы, естественно, были проблемы, но эти проблемы, они не были критичными такими, их решали, их можно было решить. И мне кажется, что и родители, и общество, само чеченское общество, оно хотело, желало, чтобы их дети служили. Это тоже я помню, это факт. У нас на прямой связи политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда антитеррор, он находится сейчас в столице Чечни-Грозном. Добрый вечер, Руслан. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами могут столкнуться призывники этого года, если они попадут в воинские части за пределами Кавказского военного округа? Ну, набор этих проблем, он достаточно очевиден, судя по тому, росту псенофобии в российском обществе. Так что их перечислять, по-моему, нет смысла. Просто надо будет посмотреть, как технически будет воплощаться вот этот вот призыв. Если их раскидают по разным частям, как это практиковалось в советское время, то я не исключаю, что будут какие-нибудь случаи, вплоть до трагических. Если же они будут служить как-то компактно и в пределах Северо-Кавказского военного округа, то думаю, что многих проблем можно будет избежать. Так что поживем, увидим, посмотрим, как это все будет реализовываться. Ну, сказал бы еще одно. На мой взгляд, на сегодняшний день призывать чеченскую молодежь слишком рано. Вот предыдущий ваш собеседник говорил, что в советское время было взаимопроникновение культур и сельские глубинки. Ребята, они многому учились, когда были в армии. То есть на тот момент, как бы мы ее сейчас не называли, была какая-то идеологическая основа. Но сегодня этой основы нет. Сегодня есть только взаимное недоверие, взаимное подозрение и ксенофобия, как я уже говорил. И в этом случае призывать молодежи из такого региона, ну, по-моему, это продиктовано только тем, что у нас сегодня происходит на Украине. До сих пор этого не было. Спасибо, Руслан. Оставайтесь на связи. Как раз мы сейчас перейдем к теме Украины. С нами на связь вышел Иван Сухов, независимый журналист, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины». Здравствуйте, Иван. Что вас навело на мысль, что и призывники из Чечни могут оказаться сейчас в зоне боевых действий? Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, кстати говоря, не был бы так уверен насчет того, что призывники могут оказаться в зоне боевых действий. Теперь речь как раз идет о контрактниках. И главная проблема заключается в том, что поскольку Россия официально не признает своего военного участия в событиях на юго-востоке Украины, соответственно, люди, которые принимают участие в этих боевых действиях на стороне, так скажем, пророссийских ополтенцев, они не имеют никакого статуса и они не могут быть формально защищены после того, как они вернутся, и их семьи не могут быть формально защищены после того, как они, в том случае, если они не вернутся с этой военной кампанией. Если говорить о призыве в Чеченской республике, то вот как раз по опыту разговоров с людьми, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, мне кажется, что это решение воспринимается многими в республике, по крайней мере, как такой шаг к некому сокращению дискриминации, что ли, в Чеченской республике и вообще Северного Кавказа в целом, потому что, естественно, довольно большое количество людей хотело служить в российской армии, многие из них рассматривали это как возможность какой-то дополнительной социализации, в том числе и в регионах за пределами Северного Кавказа. Военная служба для людей на Северном Кавказе всегда была таким делом престижа, и ограничения на призыв, конечно, рассматривались как ограничения права. Потому что найдется довольно много людей, которые будут рады тому, что призыв возобновлен, и думаю, что призывников из Чеченской республики кто-то будет направлять на вот эти вот горячие участки фронта на Украине, хотя, конечно, мы, тем дальше продолжается эта ситуация, тем больше мы имеем возможность убедиться в том, что в Российской Федерации есть очень существенный дефицит боеспособных частей, и, конечно, в конце концов, это обстоятельство может привести к тому, что и призывники там окажутся, а раз возобновлен призыв Северного Кавказа, то в конечном итоге можно предположить, что из Северного Кавказа туда пойдут люди, но сейчас речь идет об очень маленьких квотах. Я напомню, это 500 человек на осенний призыв для Чеченской республики и 800 человек для Дагестана. По сравнению с тем количеством людей, которые там заняты профессионально на военной службе, на контракте, это мизерное число. И я думаю, что пока хватает людей среди тех, кто занят на контракте, для того, чтобы отправляться решать боевые задачи, которые ставит им так или иначе командование, хотя этого и не признает. И я думаю, что призывников это, скорее всего, не коснется. Потом мы должны, конечно, иметь в виду, что эти ограничения, они существовали, так сказать, для экстратериальной службы. Надо отдавать себе отчет в том, что призыв на территории Дагестана и на территории Чеченской республики имел место все эти годы. И даже, в принципе, разговоры о том, что призыв в Чечне первый за многие годы, чуть ли не с начала 90-х годов, это не совсем так, потому что мы помним опыты по осуществлению воинского призыва в Чеченской республике сразу после окончания активной фазы боевых действий во время Второй Чеченской войны. Правда, надо сказать, что довольно быстро командование столкнулось с ростом конфликтности в частях, и пришлось возвращать призывников домой, но там они тоже продолжали служить. Да, Иван, еще такой вопрос. Мы помним эпизод с журналистами Life News, и тогда посредником в их освобождении выступал Рамзан Кадыров. Как, по-вашему, сейчас сможет ли стать призыв чеченских новобранцев в армию дополнительным козырем для его авторитета в этом конфликте на юго-востоке Украины? Это очень сложный вопрос, потому что не очень понятен уровень авторитета Рамзана Кадырова именно в ситуации с конфликтом на юго-востоке Украины, но очевидно, что осуществляя, так сказать, какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы чеченские бойцы имели возможность принять там участие на стороне пророссийских ополченцев, чеченское руководство очевидным образом стремится, так сказать, повысить свою политическую капитализацию внутри страны. Я не уверен, что это такая уж хорошая идея с точки зрения федерального руководства, но чеченское руководство в последние несколько лет стремится часто быть несколько большим реалистом, чем сам король, и часто бывает так, что демонстрирует избыточное патриотическое рвение. Мне кажется, что ситуация с мобилизацией людей на войну, идущую на юго-востоке Украины, это как раз тот случай, когда попытка собрать политический вес внутри страны может, на самом деле, привести к какому-то обратному эффекту. Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи со студией был независимый журналист Иван Сухов, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины». Спасибо, Иван. Вопрос Абу Гайтаеву. Как по вашему, по мнению юриста, получается, что все эти 20 лет не полностью конституция, что ли, российская, действовала на территории Чечни, не исключая вот этот священный долг и почетную обязанность призывника? Да, я думаю, что несоответствие праву в данной ситуации есть. Дело в том, что служба, воинская служба – это действительно конституционный долг и обязанность гражданина. Но когда государство тебя фактически освобождает от этой обязанности, оно фактически освободило же их от этой обязанности, то, конечно, никаких негативных последствий это освобождение не должно за собой влечь. Понятно, что в данном случае, если бы государство озаботилось бы правовым оформлением вот этого ограничения, значит, то законным или указом, значит, внесло бы вот эти ограничения именно для определенной территории, в данном случае Чеченской республики, проблемы не было. Ведь фактически решение о том, чтобы не призывать выход из Чеченской республики, оно же правильное было. Оно фактически правильное решение, но оно не оформлено. Это же не официальный запрет. Нет уже как такового его оформления правового. А на самом деле на тот момент, естественно, и даже сейчас эта актуальность, она есть, этой проблемой. Потому что я согласен и с предыдущими выступающими, что на сегодняшний день есть большие лично и у меня сомнения в том, что готовы ли воинское сообщество России принять свои ряды военнослужащих из Чеченской республики. У меня большие сомнения в этом. Потому что, и надо учитывать то, что вот это поколение этого призыва, это же то поколение, которое мы называем, как говорится, потерянное поколение, которое, значит, не имело детства, которое, вот это детство у них прошло в этой войне. Значит, весь этот ужас они прошли. И сейчас их, значит, призывать на воинскую службу вряд ли это правильно. И я согласен с тем, что все-таки проходить службу, если это призывут, то они должны на территории Чеченской республики. На мой взгляд, это было бы правильное решение. Я оставляю службу по контракту, как бы это понятно. Если человек хочет по контракту служить, тут не может быть никаких ограничений. А что касается Срочникова, я думаю, что они все-таки должны служить на территории Чеченской республики. Во всяком случае, пока. С нами на прямую связь вышел Саид Бецоев, заместитель главного редактора газеты «Новые известия». Добрый вечер, Саид. Скажите, пожалуйста, прервались ли ратные традиции чеченского народа? Вот мы знаем, что в рядах советской армии выросли такие полководцы, можно сказать, как генерал Дудаев или полковник Масхадов. Вот сейчас несколько лет не было призыва. Как по-вашему, не прервалась ли связь поколений? Вам слово. Добрый вечер, Саид. Добрый вечер. Да, я думаю, что эта связь, конечно, в данный момент прервалась. И не несколько последних лет, а последние 20 лет. Поэтому до того, как она восстановится и начнутся воспитывать в призывниках и бакистеры, новые традиции российской армии, должно пройти какое-то время. Ну, я немножко солидарен с предыдущим выступающим. Для того, чтобы состоялась адаптация молодежи в нынешней армейской среде, конечно же, нужно очень бережно относиться к тем ребятам, которые, ну, для них, если не враждебно, но очень такая тяжелая среда, учитывая наличие российской армии, ну, как сцеров, которые были неоднократно в командировке в Чечне. Поэтому этот процесс очень должен быть очень бережным, очень аккуратным и системным. Вопрос Руслану Мартагову. Как, по вашим данным, вот все эти 20 лет, как-то, может быть, в каких-то домашних условиях все-таки продолжались сиратные традиции, обучалось ли подрастающее поколение воинскому делу в республике? Вам слово, Руслан. Ну, во-первых, как говорится, сиратные традиции у чеченцев, они в крови. Обучались чему? Обучались, как говорится, на наглядных примерах. Владеть оружием, стрелять. Все-таки, возвращаясь к призыву, я даже закончу свою мысль, что это связано с событиями на Украине. Вдруг оказалось, что у России очень мало боеспособных частей. Понимаете, это выявилось как-то сразу и вдруг. И потом пошли вот эти вот гробы. И пытаясь скрыться, вот эти безобразные сцены на кладбищах в Сковской области, вот эти вот увольнения задним числом, это все до того не серьезно. И потом, это же русские, понимаете, это самая большая электоральная часть. Не дай бог, она начнет проявлять недовольство, если количество гробов еще усилится. Это вообще грозит, что знает чем. А кавказские народы, они так социально неактивны, это более такой пластичный материал. Ну а как заставляют подписывать контракт, мы знаем. Полгода отслужил. И все, пожалуйста. Тебе заставляют подписать контракт, и после этого тобой могут распоряжаться, как хотят. И получается такая новая боеспособная часть, которая даже если понесет большие потери, то социальных потрясений на окраинах России это вряд ли вызовет, это раз. И во-вторых, даже если вызовет, то это не отразится на российском обществе в целом. Вопрос Абу Гайтаеву, как юристу. Вот сказал Саид и Руслан, что остались среди офицеров те, кто прошли первые две чеченские кампании. Как по вашему мнению, есть тут опасность вот этих конфликтов внутри армейских, между потомками, что ли, жертв чеченской войны и самими ветеранами? Ну, несомненно, опасность есть, и опасность большая. Я по роду своей деятельности часто работаю в отделах полиции и встречаюсь там с людьми, которые в каждом отделе полиции обязательно есть люди, которые были в Чеченской республике. Значит, и представьте себе, что происходит, не то, что творится, а что существует в воинских частях. Понятно, что практически весь офицерский состав прошел в Чечню. Практически весь офицерский состав. Естественно, значит, что сегодня они своих вчерашних врагов, ну, тогда же, после нескольких лет, после многих лет пропаганды античеченской, образ чеченского народа уже сформировался, как образ врага, вот тогда, перед началом войны. Этот образ до сих пор у них существует. Если он существует у представителей МВД, представьте, что происходит в воинских частях. Да, я думаю, что эта проблема очень серьезная. И еще тут сейчас накладывается, в отличие от Советского, от времен Советского Союза, еще и религиозный фактор. Потому что сейчас молодежь чеченская, она сейчас очень религиозна. Они выполняют религиозные предписания, ритуалы. Им обязательно необходимо в этих частях, значит, создать условия соблюдения своих религиозных обрядов. Готовы ли, значит, военное командование, воинское сообщество предоставить это? Потому что этот момент очень важен, религиозный момент. Потому что сейчас, раньше не молились, в Советском Союзе никто не молился. И в армии, сейчас люди на улицах, везде молятся. И они будут молиться эти ребят, и они захотят, чтобы были созданы условия. Будут они им предоставлены? Это тоже надо понимать. А то, что касается вот этого важнейшего момента, произошло ли примирение наших народов, фактически примирение наших народов, значит, на политическом уровне, там, да, я вижу, что у них, да, консенсус и так далее. Но внизу в обществе, на мой взгляд, еще нет пока вот этого настоящего, действительно примирения. Поэтому, мне кажется, эта проблема будет очень серьезная. Вопрос к Саиду Бецуеву. Вот как, по-вашему, если попадет чеченский новобранец в полк, которым, условно говоря, командуют с маленькой буквы офицеры из поколения полковников Будановых? Вот это чревато конфликтом, ведь вряд ли чеченец стерпит какую-нибудь грубость или дерзость. Как вы считаете, Саид, вам слово? Ну, вы сами ответили на этот вопрос, потому что такие офицеры, конечно же, в армии есть, их много, и, к сожалению, и об размышлении такой пост сохранился. Поэтому же каждый молодой человек, мы все были молодые, 18 лет, у человека нет той мудрости, того терпения, той держанности, которая бы должна была присутствовать. Поэтому на любое раздражение и унижение любой человек, кстати говоря, не только чеченцы, но чеченцы именно остро реагируют и не зашли с тем, что там происходило. И такие конфликты, конечно, избежать не удастся. Кстати, есть очень много примеров, когда из Чечни не призывали, ну а из Москвы и других российских городов чеченцев призывают иногда в армию. Я сам знаю очень много молодых людей, а по роду деятельности сталкивался именно с фактами притеснения ребят-уроженцев в Чечне, или их родители были в Чечне, с несвободливым отношением со стороны офицеров, которые открытым текстом заявляют им, я тебе не дам где служить. Кстати, недавно в подмосковной части посадили парня из Хасавюрта, исключительно спокойный парень, его адвокаты защищали, те двое ребят, которые инкриминировали, якобы он их избил. Те говорят, да не бил он нас. И все равно его посадили на три года, потому что больше не смог. А хотя командир части грозился чуть ли 15 лет дать ему. То есть эти офицеры, для них эти ребята, эти солдаты, они такой рабочий материал, а тем более чеченские им наши. Поэтому я считаю, что, конечно же, такая опасность существует. Вопрос Руслана Мартагова. Как вы считаете, в какие рода войск могут быть призваны чеченцы? И будет ли там мула, как сказал Абу, для отправления религиозных обрядов? Ну, во-первых, это, как говорится, на 100% уверен, что это будет пехотное мясо. Потому что чеченцам не доверят какое-то современное оружие сложное. Если не доверяют даже в самой Москве, если чеченцы не берут на работу, как-то связанную с какой-то безопасным, допустим, тоже метромашинистом, вы ни за что туда не попадете. Хотя сделать можно эксперимент. Ну, и другое еще, насчет религиозного фактора. В свое время я предлагал, скажем так, МВД Российской Федерации, коль скоро у нас появилась мода на создание каких-то казачьих отрядов, каких-то казачьих округов, воссоздать ту самую туземную дивизию, так называемую дикую дивизию, но в современном варианте, сукрованную подчиненную внутренним войскам. Вот в этой дивизии, в этой одной единице боевой, можно было бы и вот эти вот религиозные вопросы решать, и другие вопросы. Территориально она находилась бы на территории Северного Кавказа, и каких-то других конфликтов бы не возникало. Но, к сожалению, эту идею даже не стали рассматривать, потому что вооружить кавказцев даже и сейчас для руководства России это рассматривается как какой-то нонсенс. Поэтому я еще раз говорю, служить они будут только в пехоте. Вот вопрос Абу Гайзаеву, как по-вашему, есть ли какая-нибудь юридическая основа для того, чтобы армию хотя бы частично строить по национальному признаку, как во время Великой Отечественной войны? Помните, были дивизии Панфилова, была вся из Казахстана, или там были части Доватора, они были кубанские казаки, а вот сейчас этого нет, сейчас вот со времен советской власти послевоенной перемешиваются, может быть, даже искусственно все внутри вот этой российской армии? Нет, правовых ограничений я не вижу в создании по национальному или там территориальному признаку, в данном случае нам актуален национальный, я так понимаю, принцип. Правовых ограничений нет. Есть общая воинская обязанность, которая требует от молодого человека отдания долга по защите своего отечества. Это понятная норма, это понятная обязанность и каким образом он это будет осуществлять вопрос этот, это он должен разрешаться уже ведомственно. То есть Министерство обороны имеет, на мой взгляд, полное право юридическое, адрес, чтобы решить вопрос организации вот этих подразделений воинских единиц по своему усмотрению. То есть я не вижу здесь никакой правовой коллизии. Совершенно четко, что это компетенция Министерства обороны. Вопрос Саида Бицуеву. Вот мы помним, что после Великой Отечественной войны большой процент был среди чеченской нации один из самых высоких героев Советского Союза. Как по-вашему вот сейчас сохранился ли офицерский корпус национальный, чтобы был этнически чеченским и чтобы они могли подавать пример молодым новобранцам? Вам слово Саид. Есть немало офицеров, конечно, которые воевали и которые были задействованы советской армией, которые и сейчас живы, но, к сожалению, последние 20 лет, когда Чечня практически выбыла из правого поля, многие уже подрастели, составились, и так вот сказать, что есть поколение людей, которые могли передать свои традиции молодым, их осталось очень мало, и я не думаю, что будет такая большая польза, но, тем не менее, если, например, будут призывать пытаться вовлекать обратно в военное поле молодежь чеченскую, особенно с высшим образованием, из них были прекрасные воины, потому что несколько событий последних лет, допустим, августовские события в Грузии, события в Украине, события в Израиле, когда, в Ливане, точнее, когда после Израиля надо было защищать российский инженерный полк, там два батальона чеченских себя прекрасно зарекомендовали, они очень дисциплинированные, они очень спокойные, они сообразительные, у них нету паники при ведении боевых действий, поэтому, если, допустим, будет на то воля офицеров, то, конечно, чеченцы могут интегрироваться в военные структуры и показать себя очень полезными бойцами-защитниками России. Вопрос Руслана Мартагова. Среди ваших ровесников есть ли офицеры кадровые, которые, может быть, вышли в отставку уже или в запасе находятся, которые могли бы передать опыт, работать в военкоматах, в военному делу, обучать школьников, чтобы возродить вот эти традиции, которые утрачены за 20 лет? Вам слово, Руслан? Да, безусловно, есть, и много даже, но они не востребованы, они сейчас военные пенсионеры, и, как говорится, никому не нужны, но они есть, да, безусловно. А из каких они родов войск? Вот мы помним, что генерал Дудаев был летчик, а полковник Масхадов кто был? Артиллерист. Артиллерист, да, вот они из каких родов войск? Куда брали тогда присоединенные власти? У нас есть, допустим, единственный в Чеченской республике, значит, летчик военно-морской авиации, Сулим Кемисултанов, но он задействован, потому что он недавно тогда вышел отставку и работает в военкомате республики. Есть артиллеристы, есть ракетчики, один из внутренних войск конвойных, это, как говорится, немножко другой ракуш. Танкисты есть, но я говорю, вот они невостребованы. Давайте Абу Супьяну зададим вопрос. Вот вы расскажите о вашей службе в Советской Армии, как вот ваших призывников раскидали по карте Советского Союза, из призыва. Я призывался из Ростова, города Ростова. Я там учился в университете. Я призывался оттуда, поэтому я не могу сказать, что там происходило с призывниками из Чеченской республики, но я знаю, что в то время очень-очень много чеченцев служило за границей, то есть в Германии. В западной группе войск. Да, да, вот там это очень большое количество. Я еще тогда удивлялся, почему чеченцы служат там в основном очень много. И в Афганистане служили, ну много, там в принципе ограничений не было, то есть везде они служили и на мой взгляд служили достаточно успешно. Как я могу судить, что это служба, и они там себя показывали, проявляли особенно таких экстремальных ситуаций. Много ходило там разговоров и передавалось это все, то есть служили достаточно успешно. Вопрос Саиду Бецуеву. Как по-вашему, почему тогда почетные такие места, хотя может быть и рискованные за границей доверяли выходцам из Чечни? Ну вы знаете, в 80-е годы и в конце 90-х за 50 лет совместного проживания, конечно, чеченцы многие сделали военные карьеры на уровне полковников. Было очень много людей. Генералов не давали по определенным причинам, но в основном офицеры были, их было очень много и к тому времени, конечно же, в армии к ним стали относиться очень лояльно и стали продвигать. Естественно же, на фоне дефицита каких-то кадров им доверяли в том числе и такие посты, как, допустим, ответственные кандиды. Я сам знал очень много офицеров, которые служат в войсках ГСЛ Германии, Венгрии, и у меня и родственники, и близкие с Увели, в том числе и в Чехословакии. Было, это нормально было, это просто вот событие 90-х годов, просто когда отбросили вот это взаимодоверие, и поэтому сейчас, конечно, отношение совсем другое. Пока, по крайней мере. Вот Руслану Мартагу вопрос. Вот сейчас пока призвали, сегодня собираются призвать 500 чеченских новобранцев. Как по-вашему, сколько бы вообще могло сейчас, если восстанавливается уже численность народа, сколько бы могло стать чеченцев под ружье, если бы их что ли полноценно призывали в ряды российской армии? Ну, я думаю, тут речь бы шла уже о тысячах, тысячи две, вот так вот, если не больше даже. Ну, это есть какая-то статистика, есть, когда берется общее количество населения и какие-то проценты от него, которые попадают под призыв по годам. Но, думаю, речь бы шла о тысячах. А много ли сейчас студентов, которые имеют отсрочку, как вот, на ваш взгляд, вот вы бываете часто в республике и даже сейчас живете в день? Вот на этот вопрос очень трудно ответить, потому что отсрочка, она подразумевает, вот как говорил Абу, какое-то юридическое, правовое обоснование. Ну, какая может быть отсрочка, если его вообще не призывали? Вот на этот вопрос я затрудняюсь ответить. Да, вот Абу, давайте вспомним тогда вот как раз 90-е годы, 20 лет назад. Как по-вашему, почему было так востребовано вот этот опыт и был горький опыт накоплен еще из-за того, что политики не смогли договориться? Вот как это повлияло на самосознание народа и на его отношение к воинской службе? Современные отношения чеченского общества к воинской службе, если честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что в то время в то время во времена Советского Союза отношение к воинской службе было положительное, оно было одобряемо и обществом в том числе. Сейчас, сейчас я думаю, я думаю, что вряд ли чеченское общество поддерживает призыв своих сыновей в российскую армию вне территории Чеченской республики. Я думаю, что вряд ли оно поддерживает, потому что после тех ужасов тех двух войн отношение к самой российской армии, оно не может быть таким положительным, поопределению не может быть, потому что было много очень, было совершено очень много страшных вещей, преступлений и так далее, и так далее. И чтобы в один момент все это перевернуть, и чтобы изменилось сознание народа, но это невозможно. Мне кажется, что пока, пока чеченское общество не одобряет, я думаю, призыва наших детей в российскую армию вне предела Чеченской республики. Это проблема очень серьезная. Чтобы поменять это отношение, тут нужна очень большая работа, и не только на уровне политических, политического руководства, но нужно общество должно как-то на каком-то, я не знаю, бытовом уровне или каком уровне, но мы должны как-то этот вопрос вот вопрос вот этого негативного отношения, мы этот вопрос должны разрешить каким-то образом. как, я не знаю, но на сегодняшний день эта проблема очень серьезная. Мы не примирились. Это я могу сказать однозначно, что наше общество, имея в виду чеченская и русская, мы сейчас вот такого полного примирения у нас нет, явно нет, потому что ну посмотрите кругом, я же вижу это, я и по работе вижу, я и в судах, и в милиции, других, и на бытовом уровне, я вижу, что пока, пока подлинного примирения нет, поэтому нам надо очень много работать над этим. Вопрос Саиду Бицову, вот как по-вашему, вот нация, которая пережила депортацию 44-го года, а затем горе двух чеченских войн, в ней сформировался вот образ врага из советской, а впоследствии из российской армии? Да нет, я так не думаю, что образ врага не из армии, обычно противник, он бывает как конкретный противник, конечно, вот все, что говорил предыдущий выступающий, это все правда, по телевизору показывали только то, что делали боевики, но мы, живущие там, и которые потеряли, нет ни одной семьи, которые бы не потеряли родственников, мы знаем, какие преступления совершали с контактниками, на отдельными военными, хотя среди них было очень много хороших, порядочных людей, благодаря которым удалось порядок восстановить, но вот тем не менее это ожесточение и это дистанцирование, оно существует пока на бытовом уровне, хотя я бы не стал так уже драматизировать, и из этой ситуации есть выход, причем это противостояние, оно не такое тяжелое, допустим, как оно было в Великой отечественное, как недавно мне сказал один мой друг, когда я ему пожаловался на притеснение призывников, он говорит, а что же вы хотите союзить, немцев 50 лет не любили, но я говорю, у нас нету столько времени, чтобы ждать нас, пока нас полюбят, ситуация имеет выход, если, например, действительно этих призывников оставить служить в республике, либо формировать из них какие-то отдельные части, опять же, по принципу той же туземной дивизии, если там будут смешанные офицерские составы, русские, чеченцы, других национальностей, ведь великий князь Михаил Романов, он же опекал туземную дивизию, и он давал рекомендации, как себя с ними вести, и горцы были очень довольны, очень горды тем, что великий князь является их командиром, главным, он говорил, дайте возможность горцам молиться, не унижайте их, не подкалывайте их из-за незнания русского языка, зато в бою они показывают настоящие героические примеры, если, например, будет вот такой подход, то, конечно же, горцам, то есть, я имею в виду нынешним сегодня пещенским призывникам, легче будет, в том числе, адаптироваться и чувствовать себя бойцами российской армии. Вопрос Руслана Мартагова, как вы считаете, хотя бы участие от чеченских семей сформировался ли из-за депортации, из-за трагедии последних лет образ врага в представлении о российской армии? Вы знаете, Владимир, вот я в честь моего народа должен сказать, что вот этот образ, он не сформировался, дело в том, что в первую очередь он должен был сформироваться против русского народа, как основного наполнителя советского, а потом и сейчас российской армии. У нас враг бывает конкретен, понимаете, вот такая размытая, что вот все русские наши враги, вот я еще раз повторяю, к чести вот моего народа, это не нету, этого образа, нету, но в самом российском обществе, вот насколько я могу наблюдать, я скажу конкретно не в российском, а в русском обществе, вот этот образ врага чеченского народа, он сформирован, и он есть, и с этим надо считаться. Да, вот я Абусу Пьяну как адвокату хочу задать вопрос, как вы не исключаете, что под лупой будут вот эти кадровики изучать личные дела призывников из Чечни в тех частях, куда они попадут, чтобы выискивать там, нет ли у него каких-то, может, представлений о кровной мести, была ли его семья депортирована, хотя депортированы были все 100% семей, были ли его родственники жертвами чеченских компаний, что будет такая вот как особистская традиция, в нехорошем смысле слова, смерчевская? Я думаю, эта традиция, она есть, конечно, особое отношение, особый контроль над призывниками Чеченской Республики будет, естественно. Я думаю, что эта информация, она уже есть практически на всех жителей Чеченской Республики, она есть, уже столько лет спецслужбы работали, то есть все, значит, и до сена каждого президента уже будет, я думаю, направляться по месту службы, особого труда не составит, значит, им изучить этого человека и так далее. Мне кажется, что это самая маленькая проблема из тех, которые там будет, это небольшая проблема. Отношение, особое отношение призывниками Чеченской Республики, оно в свете последних событий, оно понятно, что оно будет присутствовать, это однозначно. Поэтому, как я уже сказал, этом я не вижу большой проблемы, проблема другая совсем. Проблема другая в том, что есть на сегодняшний день в российской армии наличие тех офицеров, офицеров, которых, как раньше называли, отцами, отец-солдат. Есть ли эти люди сейчас в российской армии, я не знаю, которые могут этих людей, которые призывник данным Чеченской Республики, их научить, обучить, понять их, психологию, в том числе, это израненная наша молодежь. Какое будет к ним отношение у этих офицеров и у сослуживцев, это большая проблема, потому что изучение личности и так далее, это мелочь. Главное, чтобы их могли принять, адаптировать и так далее, это проблема. Вопрос Саиду Бицову, как по вашим будет ли стопроцентное доверие к призывникам из Чечни, к новобранцам, которые попадут в этот осенний призыв, или им не будут доверять серьезного оружия, опять, как бы с дежурными по кухне, в хозвозводах, в обслуживающем персонале, как когда-то перестраховывались наши советские вояки. Вы знаете, вот в советской армии, кстати говоря, было очень много частей, дивизий, полков, в которых, в общем-то, доверяли, и серьезное оружие, и серьезные посты доверяли. Вот я помню случай, когда вот муравистик, двоюродный брат, уехал в армию, это было в конце 80-х годов, в их дивизии было шесть сеченцев. Всех сеченцев сделали, буквально через несколько месяцев сделали старшинами своих род, потому что они умели дисциплину соблюдать, дисциплину как-то показывать другим ребятам. И то есть тогда-то это как раз-то было, но сегодня навряд ли, потому что, как мы говорили не раз, такое происходит в армии люди, которые прошли войну, у которых погибли друзья, роднополчане и прочее, они, естественно, будут воспринимать. Вы же простые люди, ты офицер, ты офицер, журналист, историк, неважно, мы простые люди, поэтому эти ребята, которые попадут в руки тех частей, в которых есть такие офицеры, они практически все прошли через Чечню. Там будет, естественно, попытка подчинить, унизить, и, не дай Бог, обложить задание, таких случаев, к сожалению, у нас в армии сегодня они не изжиты, и, единственное, конечно, есть надежда на то, что Сергей Кажекетович в Шойгу ушел в Минобороны, и на него большие надежды, что благодаря этому человеку я его знал лично, я видел его в работе, был с ним неоднократно в командировках и лично знаком с ним, и очень надеюсь, что его присутствие и его руководство позволит нам эту задачу успешно решить. Вопрос Руслана Мартагова. Как по-вашему, может ли вот это недоверие вызвать, так сказать, неприятие чеченских призывников вот в частях элитных российской армии, что их не будут посылать, например, на атомный флот, куда-то в Кремлевский полк, в ВДВ, где генерал Шаманов служит? Как вы считаете, Руслан? Вы знаете, я же говорил, что для них уготована вот только пехота, вот только пехотные части. И другое еще. Естественно, если бы их будут размешивать по другим частям, то я еще раз повторяю, нам трагически в случае не избежать, просто не избежать. потому что очень много вот этих вот дуболомов под погонами, которые решили, что если ему попал какой-то новобранец-чеченец, а он офицер или какой-то старшина там или прапорщик, то он может одним измываться. Этого надо избежать, а избежать это можно только в одном случае, когда вот будет эксилитериальный призр там и служить они должны будут все вместе в какой-то отдельной части. Я думаю, что только так. Но говорить о том, что им доверят какое-то серьезное оружие, об этом вообще не приходится. Это для наших военных кошмар. Доверить и чем-то серьезное оружие, вы что, да никак. Вопрос о Бугайтаеву. Вы как юрист ожидаете какого-то всплеска дедовщины и может быть потребуется правовая помощь вашим соотечественникам? Я думаю, что если действительно этот призыв состоится и чеченцы будут направляться значит для службы, для прохождения воинской службы в регионы Российской Федерации, наверное, помощь юридическая им понадобится, потому что зная на сегодняшний день состояние, психологическое состояние чеченской молодежи, значит, я думаю, что значит, вот их значит, вот в другое состояние, потому что разные сейчас у нас все-таки общества чеченское и российское, они разные. Конечно, переход в другое состояние, но он обязательно повлечет за собой какие-то последствия и конфронтацию, и конфликты, они будут обязательно и они, естественно, будут переходить и границы, как говорится, уголовно-правовые границы, то есть переходить границы, за которыми уже наступает уголовное преследование, потому что я думаю, что поступки и нарушения, и проступки чеченцев, они все-таки будут, на мой взгляд, караться и преследоваться намного строже, чем обычно. Потому что я исхожу из гражданского нашего общества, что происходит в гражданском обществе, я думаю, то же самое будет происходить и там. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки призыв в российскую, на территорию регионов Российской Федерации, не предела Чеченской Республики, мне кажется, преждевременно. Вопрос Саидбицева. По-вашему, можно ли безоговорочно поздравить сегодняшних призывников, чеченских новобранцев, что они попадают в российскую армию, примут российскую присягу, или вы с некоторыми оговорками только могли бы вот это сделать? Вы знаете, действительно, с некоторыми оговорками, в принципе, это событие, конечно, нельзя не считать позитивным, потому что не служа в армии, мы знаем, очень много было процессов, были дебаты судебные, в том числе, люди не имеют возможности поступать на госслужбу, на службу силовых структур, службу в армии, службу в милицию, поэтому, конечно же, это позитивный шаг, и как бы там ни было, сегодня в армии тяжело, эта ситуация, она меняется к лучшему, поэтому есть в том числе и случаи, когда люди сами добровольно пытаются попасть в этой российской армии, чтобы потом получить возможность пойти на службу куда-нибудь, поэтому в этой связи, конечно, это очень позитивный момент, с учетом тех обстоятельств, которые мы называли, надо, конечно, более внимательнее подойти к этому вопросу, в том числе, может быть, опрос провести не только среди правозащитников, среди чеченских родителей, или там еще кого-то, а в том числе из офицеров тех частей, как они смотрят на этот вопрос, что скоро появятся в армейской среди чеченские юноши. Вопрос Руслана Мартагова, как по вашему, в аулах будут ли уважать односельчан, которые отслужили в российской армии и демобилизовались, вернулись на родину, или это еще предстоит, что ли, какие-то трудные времена адаптации к подобным новшествам? Да, ну что вы, тот, кто отслужил, вернулся, его встретят, приветят, такого, знаете, анахронизма у нас нету, встретят нормально, если он отслужил нормально, пришел нормально с армией, будут рады за него. Да, то есть, вот, Абу Супьяна вопрос, чего больше, плюсов или минусов вот в этой инновации, то, что стали из Чечни призывать на действительную службу? Я, я понимаю вот эту инициативу, это политическая инициатива, политического руководства, оно, наверное, она, эта инициатива, она, наверное, правильная, именно, как политическая инициатива, потому что, значит, этим, я так думаю, что руководство, республики хочет активизировать процесс примирения, значит, чеченского и российского обществ, показать, что, значит, в принципе, сейчас уже наступила стабилизация, что сейчас уже, в принципе, чеченцев можно призывать, и все ограничения в отношении чеченцев уже должны быть сняты. я понимаю, что это правильная инициатива, но, но, любая инициатива, она должна быть обеспечена, значит, во-первых, она должна быть обеспечена реальными условиями для ее притворения в жизни. Вот в данном случае, мне кажется, вот механизм реализации этой инициативы, он еще не предусмотрен, потому что есть воля и инициативы, но как это сделать так, чтобы не было наступления вот тех негативных последствий, о которых мы ведем речь, чтобы этого не было, на сегодняшний день мне кажется, что вот над этим надо проработать. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что первый за 20 лет набор чеченских новобранцев в ряды российской армии мы обсудили с нашими гостями, журналистами Саидом Бецоевым, Русланом Мартаговым и юристом Абу Гайтаевым, а в первой части нашей программы участвовал независимый журналист, автор статьи Горца Кавказа на фронтах Украины Иван Сухов. На волнах Радио Свободы звучала программа Грани Времени. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова